Брать из общения с теми, кто выше. Потому что это также связано с преданностью и самоотдачей. Однажды я читал об одной према-балерине какого-то из московских театров, быть может большого театра, и она изначально родом из Запорожья. Поначалу, когда мама отвела ее в балетную школу еще маленькой девочкой, то поначалу та была полна энтузиазма. Она была обрадована красотой, экзотикой этого. Но когда вас принимают в школу, тогда начинается дисциплина. А это подобно тапасии, то есть добровольному ограничению собственных удобств, добровольному причинению себе неудобств ради духовного продвижения. И тогда мы увидим, насколько человек серьезен. Балет выглядит очень очаровательно. Все такие очаровательные одежды, очаровательно крутятся. Красивая обстановка, красивые движения, все очень очаровательно и красиво. Но в основе этого огромная дисциплина и самопожертвование. И это стремление диктует все условия, все обстоятельства жизни человека. Круг общения, диета, когда ложиться, когда вставать, все это определяется этим стремлением. Поэтому когда первоначальный энтузиазм понемногу спадает, вам необходимо общество других тех, кто так же как и вы стремятся к этой цели. И это общение, это общество даст вам поддержку и силы, чтобы продолжать свой путь. Вот почему мы нуждаемся в духовном общении. Шрила Сарасвати Такур извлек Садху-Сангу духовное общение как самый важный принцип из всех учений Бхакти-Винода Такура. И иногда, когда мы услышим или прочтем слова великих преданных, как они говорят о Кришной концепции, что-то в их словах отзовется в нашем сердце. И это дает нам энтузиазм и решимость, чтобы идти глубже. И это также зависит от того, каков наш эталон, стандарт. Как та же самая Прима-балерина. Однажды она просматривала запись собственного выступления в обществе множество экспертов. И все эти эксперты хвалили, снова и снова хвалили ее выступления. Но она только сжималась, смотря на собственное выступление. Потому что она видела только ошибки, которые совершала. Вот поэтому она Прима-балерина. И ее эталон совершенства выше. То, что было бы приемлемо для других, для нее неприемлемо. Вот почему мы всегда стремимся к общению с теми, кто выше. И благодаря этому общению с теми, кто выше, наше сердце пробудится к более высокой перспективе, к более высокому стремлению. Поначалу, когда мы обращаемся к Гуру, как это сказано в первоначальной Гуру-мантре, мы признаем, что наши глаза покрыты словно катарактой. Катаракта накопленных предрассудков мешает нашему зрению. И в этой мантре ученик прославляет своего Гуру за то, что тот устраняет катаракту невежества и возвращает правильное зрение. Это значит, что со временем наше изначальное восприятие, видение того, что нам кажется этой концепцией, должно стать более ясным, более четким. И тогда придет энтузиазм нового рода. Поэтому в Упаде Шамрите Рупа Гасвами говорит, что вы должны идти вперед с терпением решимости. А Гуру Махарадж цитирует слова Гегеля, умереть, чтобы жить. Вы не можете оставаться, как вы есть. В своем изначальном положении вы были вдохновлены. И пробежали этот круг. Теперь вам нужно умереть такими, какие вы есть, для того, чтобы новая жизнь, новый уровень вдохновения пришли к вам. Как ученики. Первый день школы, первый класс школы. Но потом приходит второй класс, третий, четвертый и так далее. Таков путь растущего, развивающегося понимания. Отходим от одного уровня и восходим на другой. Это движение вперед. Возвращение в Упаде Шамрите Рупа Гасвами. 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 Продолжение следует...